Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус, и сегодня буду делать обзор на парфюм от арабского бренда Аджмал, который называется Амбре Пименте. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть одноименный телеграм-канал Фрагрантиус. Заходите, осматривайтесь, если не понравится, отписывайтесь. Итак, Аджмал Амбре Пименте. Я знаю, что правильно по-французски произносится Амбре Пиман. Привет, граммар наци! Был у меня на канале обзор на этот парфюм, который я по глупости удалил зачем-то, и потом вот со временем вдруг внезапно осознал, что обзоров-то на него и нету, а парфюм-то стоит, стоит того, чтобы сделать на него обзор. И тем более, я вот буквально на днях увидел, что этот парфюм продается в одной крупной российской парфюмерной сети, и я просто чуть не упал, потому что ценник на него выставили почти под 10 тысяч. Я делал обзор на этот парфюм года два назад, еще на старте своей парфлогерской карьеры, и уже тогда покупал я его тогда, насколько я помню, в районе трех тысяч, ну или две с половиной, три, вот что-то такое за флакон. И уже тогда он у меня вызвал просто дичайший восторг, особенно несоответствие его абсолютной цены и реальной его ценности. То есть он звучал в два-три раза минимум дороже своей цены. Интересна тоже история знакомства моего с этим парфюмом. Я помню, солетел куда-то, завис в Пулково в аэропорту перед вылетом и зашел в бутик парфюмерный. Там как раз была вот в то время на пике вот эта вот модная нишевая линейка Аджмала. Я имею в виду вот эти все Амбер Маск, Амбер Вуд, Пачули Вуд, Сантал Вуд, ну и так далее. Они уже в то время стоили достаточно дорого. И стояли они, их выставляли торговцы этого бутика в аэропорту парфюмерного в районе что-то десятки. И между ними, как бы между прочим, затесался вот этот вот Аджмал. Я просто уже на тот момент оценил, насколько сообразительные и смышленные, сообразительные и хитрые вот эти вот продавцы парфюмов. Потому что, во-первых, он выглядит как ниша абсолютно. То есть вот этот вот минималистичный флакон в духе Байреда. И он и звучит как ниша. То есть это парфюм, который мог бы выпускаться под тем же вот брендом Байреда или под каким-нибудь, я не знаю, там Essential Parfums. Да даже он круче, чем Essential Parfums. Или какой-нибудь Пинхаллиганс. Я не шучу, кроме шуток. Когда я его нанес, я его сначала не понял. Потому что старт у него не самый приятный. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, в этом парфюме прекрасно все. Начиная вот от этой вот коробочки минималистичной, зебры такой, да? В полосочку белую, черную. Ну и сам флакон, я вам его уже показал. Массивная крышка. Вот, кстати говоря, Zarka Parfums практически один в один. Zarka Parfums Байреда. То есть вся вот эта вот современная ниша. Конечно, когда вот у меня еще этот старый обзор висел, была масса желающих докопаться, что у арабов качество стекла не то, что вот оно какое-то вот фактура не та, стеклодува не те. Наклеечка там некачественная, крышечка не очень плотно прилегает. Но я вам честно хочу сказать, что когда я вот эти вот читаю треды на 100 постов про то, как плотно или не плотно прилегает крышечка, мне физически становится дурно просто. Мне дурно. Я просто хочу уйти и не знать больше этих людей. Но все-таки давайте про парфюм. Разных много пирамид на этот парфюм. На официальном сайте его уже нету. Вообще, хочу сказать, что у арабов, и в том числе у Аджмал, что касается маркетинга, что касается презентации вот этих сайтов интернет, всегда все ужасно. И это, конечно, бьет по репутации, по имиджу. Но это, к счастью, никак вообще не коррелирует с великолепным качеством парфюмов. И в частности, вот бренд Аджмал, я вот не припоминаю у них откровенных фейлов. И Назир Аджмал, вот и глава, и основной парфюмер этого бренда, он для меня уже стоит в одном ряду из Димаши, с Жан-Клодом и Лина. То есть, парфюм этот не является клоном на какой-либо западный парфюм. Все привыкли, что арабы у всех воруют. Это абсолютно самостоятельная, уникальная вещь. И вся фишка ее в том, что ничего похожего в западной парфюмерии не было и нет. Абсолютно уникальный парфюм. И многие на него жалуются, многие его не понимают. Но я сейчас объясню всю фишку, в чем его уникальность. И почему я все-таки решил даже заново записать на него обзор. Во-первых, это парфюм на тему перца. По-французски пиман – это перец. И амбре пиман, многие его называют амбровым парфюмом. Но я думаю, я даже уверен, что амбре в данном случае имеется в виду не амбра и не янтарь, как иногда называют. Амбр и амбре – это слово, которое имеет два значения в контексте парфюмерии. Это амбра, та самая амбра, которую кашелоты продуцируют. И амбре янтарь имеется в виду вот эти смолы, все с таким вот древесным, сладковатым, насыщенным, густым, немножко с ванилькой ароматом. Но в данном случае я практически в этом убежден, что амбре пиман имеется в виду как амбре в том значении, что это аромат, запах, аромат перца. И этот парфюм про перец. Но, вот, казалось бы, да, мы все знаем хорошо эти парфюмы на тему перца. Там, ну, вот из примеров, допустим, взять того же Монталя, Интенс Пеппер или там Кам де Гарсонс есть у них, да, Блэк Пеппер парфюм. Есть тот же вот Пин Халлиганс, я недавно делал обзор, Опус 1870, там тоже перчик этот. Но тут нечто совсем другое. И перец тут звучит не так, как у всех. И самая-то фишка, что вот когда этот парфюм наносишь, то старт у него неприятный. Вот прям откровенно неприятный, потому что этот перец на старте, он имеет такое слегка затхлое звучание какого-то вот даже застоявшейся воды. И вот если разнюхивать непосредственно место нанесения, то приятного там мало, особенно на старте. Но и вот в первый момент, когда я вот перед Выли, там вот самое первое моё знакомство с этим парфюмом, перед Выли, там я его нанес в бутике, ничего особенного я в нём не услышал, но уже когда я сел в самолёт и минут через сорок начал просто тихо офигевать, мягко говоря, так грубо говоря. И парфюм этот на мне держался, наверное, на часов десять. И вот основная фишка его, что он абсолютно, вот то, чем он отличается от массы парфюмов данного направления, что это парфюм вот про шлейф, то есть вся его красота в шлейфе. Вот повторюсь, если нюхать место нанесения, то это скорее нет, чем да, и ничего красивого там, кажется, нету. Но именно вот шлейф. И самое интересное, что вроде бы тут очень много перца, и я это говорил вот в своём первом обзоре, который удалил, что вся фишка здесь в том, что этому перцу подобрали очень классную пару. И здесь имеет место быть вот тот дуализм, о котором я постоянно говорю в своих обзорах, и который лично для меня является показателем качества парфюма. Что я под этим подразумеваю? Что если есть в парфюме что-то мрачное, тёмное, тяжёлое, сложное, чёрное, то должен быть этому противовес. То есть вот это вот противодействие тёмного и светлого, dark side, light side, тьма, свет, мужчина, женщина, ин, янь. Здесь это есть во всей красе. И вот этому перцу здесь противопоставлен очень красивый букет. Я даже затрудняюсь сказать. В разных источниках это называют по-разному. Где-то пишут, что это фруктовый аспект, где-то цветочный. Но самое интересное, что вот явной какой-то цветочности или фруктовости здесь нет. Я не припоминаю фруктов с таким ароматом. И цветы тоже не припоминаю. То есть это не жасмин, это не фрезия, это не ландыш, это не пион, это не, допустим, мимоза. Ну, не знаю в природе таких цветов. И здесь есть вот что-то такое сладко-вермутное или травное. Вот эта вот нота, которая есть, например, в мартини пьянка, да, вот этот белый мартини, вот этот вот травно-сладкий аккорд. Что это? Как это называется? Это не фрукты. Вообще мартини, это же на основе полыни вермут это делается. И похожее вот сочетание нот есть в некоторых разновидностях рома. В частности, вот белый ром Боккарди. Вот тоже вот это вот не понять, что это то ли фруктовость, то ли цветочность. Я затрудняюсь вот эту ноту как-то определить конкретно, но она здесь есть. И она здесь противопоставляется этому перцу. У этого парфюма нету какой-то фундаментальной плотной базы, что делает его абсолютно легким, воздушным и минималистичным. И один из основных тоже вот моментов, которые отличают его от парфюмов с нотами перца, то что он очень легкий и одновременно даже вот представляете, да, какой вот аксюмарон, то есть несочетаемое сочетание. Перец, казалось бы, да, вот черный, это достаточно такая нота, тяжеловатая. И возьмите тот же Кам де Гарсон с Блэк Пеппер. Там этот пеппер вот как будто только что, перец этот как будто его только что вот смельнички помололи. И он прямо такой вот монотонный черный перец, который постепенно начинает выносить мозг. Или возьмите тот же Монталь Интенс Пеппер. Несмотря на то, что это абсолютно не восточный Монталь, то есть Монталь такого абсолютно западного толка, это такой прозрачный, звенящий мужской одеколон, очень чистый, очень свежий, очень прозрачный, больше даже вот направление вот к современным вот этим молекулам, да, эксцентрик молекулы Гезышона. То есть он прозрачный, такой обезжиренный, без каких-то вот маслянистых, таких вот мрачных, темных нот этого перца, то есть цитрусы с перцем. Но из-за того, что там вот нету вот этих вот нот, которые вот это вот мартинистость или бакардистость, да, он все-таки больше и, да, и там есть еще в Геране что-то такое вот близкое к мужским фужерам, что Монталь Интенс Пеппер это по совокупности такой достаточно серьезный, строгий мужской одеколон. Да, он не тяжелый, да, он не ретро, да, он современный, да, он прозрачный, да, он достаточно такой свежий, но все-таки он темный, то есть там вот это вот дарксайд, темная сторона, она преобладает, и парфюм этот все-таки такой чисто мужской, даже, ну, не сказать, что прям брутальный, но он серьезный, серьезный парфюм. Здесь же вот есть вот этот вот тач, вот это вот прикосновение, вот это вот вермутовость и бакардистость, она его делает абсолютно, абсолютно унисексом. При этом в нем отсутствует какая-то феминность или легкомысленность, и повторюсь, вот самое-самое-самое, да, и помимо, конечно, перца и вот этой вот вермутовости, чувствуется здесь, конечно, изрядная доля мускуса, но мускус здесь вполне себе такой, ну, конечно, это не из ниши мускус, будем честны до конца, но вполне такой люксовый мускус, но вот вот это вот уникальное сочетание легкого вот этого аккорда Рома или Мартини с этим перцем, оно вытаскивает, прям вытягивает этот парфюм, просто за ноздри на уровень, который возвышается над люксом, и я в люксе ничего подобного не слышал. Ну, и, конечно, самая-самая-самая главная фишка, вот многие жалуются, что вот он нестойкий, что вот пахнет невкусно, вот, если вы хотите по достоинству оценить этот парфюм, вот не нюхайте вот так напрямую место нанесения, не надо нюхать, вот вы его просто нанесите на себя, даже можете в облако зайти, и вы удивитесь, что в течение дня, там, 3, 4, 5, 6, 7, 8 часов он будет регулярно о себе напоминать такими красивейшими с полохами шлейфом, и вот это вот ощущение, что он нестойкий, нешлейфовый, это у тех людей, которые привыкли, чтобы вот парфюм был, что называется, лупил на всю катушку, вот такой вот, такого вот вайба, и такого характера у этого парфюма нету, но он очень стойкий, и он, я повторюсь, вот он на мне, он держится до душа, а на одежде он держится буквально, я не вру, неделями, у меня вот футболка один раз надеванная, я ее через неделю достаю, надеваю, и она у меня пахнет этим аджмалом, амбре пимента, прям пахнет, не просто там какие-то намеки, а пахнет, и, конечно, вот самая вот эта фишечка его, что вот этот просто невероятный, красивейший шлейф, который периодически вот вспыхивает такими искрами, с полохами, что, конечно же, просто его абсолютно возвышает над люксом, не только над арабским, но даже над всем вот современным французским люксом, я не припоминаю ничего подобного, и прошло уже вот два года, с тех пор, как я записал этот обзор, за это время через меня прошло очень-очень много парфюмов, вот ничего подобного я не встречал вот с таким характером, и, кстати, да, о птичках, если сравнить даже с Пинхаллиганс, который вот опус 1870, ну, абсолютно бледно и невзрачно он выглядит по сравнению с этим Аджмалом, почему я не сравниваю, допустим, с интенс пеппер манталевским, потому что это все-таки другое направление, а вот опус Пинхаллиганс, это вот похожее направление, он, не сказать, он прям, что сильно мужской, то есть, там есть тоже вот перчик, роза, какие-то вот легкие цветочные ноты, то есть, похожее направление, схожее направление имеет место для того, чтобы их сравнить вот именно с Пинхаллиганс, так вот, Пинхаллиганс просто откровенно по всем фронтам этому Аджмалу просто со свистом пролетает, как фанера над Парижем, и в плане оригинальности, и в плане технических характеристик, и в плане вот этого вот, чего-то вот подобного, я имею в виду, чтобы вот постоянно он о себе напоминал, при этом не душил и не забивал все вокруг собой, вот, конечно, в этом плане он абсолютно уникален. То есть, если подводить итог, то итог на самом деле очень плачевный, потому что сегодня мы живем в великое время, когда арабы становятся мейнстримом, и многие блогеры из категории таких снобов и гламурных фашистов, которые упорно на протяжении многих лет арабов за людей не считали, они сейчас на перебой этих арабов рекламируют, но вся печаль в том, что уже вот эту штуку за 2,5-3 тысячи как раньше не купишь. Вот, положая руку на сердце, могу сказать, что вот чего-то подобного в западном и французском люксе я не встречал и даже и в ниши. Пенхалер Ганс же, он же как бы вроде в категории ниши проходит, но вот я вам привел убедительный пример, что по сравнению с тем же Opus 1870 это прям вау. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok